привет интернет у нас сегодня интересный очень гость я ждал этого гостя на просторах интернета этот человек пишет творит веселиться будоражит умы под псевдонимом аджиджиро кумаро как правильно а в миру как правильно адлетт кумар адлетт кумар замечательно адлетт давайте будем для наших зрителей для начала расскажем вы я знаю очень много пишите вообще вот чертю в труда а аджиджиро кумаро то есть как правильно куману куману это ну это вот что собирает вот этот образ на вот это название то есть ну я вижу перед собой там ну серьезного такого дядю с пронзительными чёрными глазами да ну как бы рассказывать но я что хочу сказать вообще аджиджиро кумана это мой творческий псевдоним то есть но до фейсбука до интернета я случайно начал писать вообще совершенно случайно то есть во мне она где-то бродила поскольку у меня папа там один из там праотцов казахской спортивной журналисты мама искусствовед много там свое время писала и видать мне это генетическая страх страх генетически страдать да 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 вот где-то у меня короче проявился и выстрелил то есть я в школе очень хорошо писал написал очень хорошо у меня было по ну как говорится за творчество 5 за грамматику 2 вот я считаю я считаю вообще весь интернет как раз это спасение для таких как мы вот потому что можно писать как говорится там вот по продам ущипнуть потом уже пришли вот к этому термину спасения у меня это любимая привычка я вот если слышу что-то вот но вот интересно я туда это вырезаю сразу что такое спастись вот потому что я думаю вы вот это услышали уже давно что когда человек ищет себя вот да обязательно то есть вы же вот уже прошли да вот я я так скажу вот у меня лично когда мы же в принципе каждый из нас это клубок как говорится комплексов там каких-то страхов переживаний ну всего чего мы доходе чем мы притащили глюков там то что родители на тебя там вот так вот напинали то что женщины уплотнели то что сам наследил вот ну конечно войне чуде они этим занимаются вот то есть вот это для того что вообще найти себя прежде всего надо себя очистить то есть вот как вот берут вот так вот так стружку снимают я понял для меня это легче сделать если я пишу об этом причем пишу там не в стиле там чисто как толстой там вот так вот вот а просто вну в таком в легком виде как рассказываешь она просто сбрасывается раз это проговорено она просто уходит то есть она и потом не возвращается может возвращается в каком-то виде но многое там там сборник рассказов написал испытанного себе всяких веселых вещах но под таким будем так говорить хихиха ха многие вещи с ними легче прощаться то есть я очень много свое время там действие читал там артвена о генри и фы петрова это вот эта тематика очень близко там до влатова когда открыл я просто вот так вот лег короче думал вот это да вот именно вот таким видом мне легче так то есть то что в тебе вот она к накопить накопилось можно конечно взять там как у достоевского бабулик там порубать вот вот этого легче не будет а мне легче там просто написать сбросить вот и ну как говорится и об этом уже это и только после того как ты все это выбросишь начинаешь уже на себя заново 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 быстро и поскольку вот в каком возрасте у вас произошло вот это вот такой катарсис на какой-то то есть литературный это в этого было интервью интересно у этого у хич каков вообще как вы пришли к тому что вы стали снимать саспенс то есть какой отправной точкой было вот момент когда войну под пришли к этому он так одну там на английском хорошо конечно описывает он говорит но по-русски говоря он говорит вы знаете я первый раз понял что у меня саспен нравится это когда мне мама впервые сказала вот когда то есть пусть пугал то есть я думаю контакт у меня появился с момента зачатия вот потому что ну как говорится мы все это а на самом деле он накапливался накапливался и где-то начал вылазить катарсис начал вылазить конечно где-то в 30 ты долгое время не можешь да вот как бы осознать ну естественно себя вот я честно скажу вот я то есть уж дошло до того да что я вот уже квасить стал да да вот до потери вообще какого-то состояния алкоголизма она тоже она 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 была ну как бы она была в таком классическом виде потому что меня спасло то что я там не последний синяк там где-то там портюшку там квасил короче хотя это было так сайт дот до того вот не просто судьба то сайт злодейка она меня там в этом смысле облегчила дипломатом работал поэтому квасил я качественно вот потом я в восстане нефтяником был пил еще более качественно вот но процесс в принципе те же то есть накрывала хорошо до темноты потом то где-то автоматом автопилот и ты приходишь себя но на следующий день же там независимо тут и там водку дешевую пил или ты там коньяк то есть вот эти угрызения там такие ну как говорили раньше в алмате шуги короче у нас тут я чувствую клуб такой небольшой анонимных алкоголиков я нет я я отшел я слава богу я в хорошем смысле да я последние шесть лет не пью она даже не что ну я просто устал газа я у меня я устал а потом я стал понимать что у меня в какие-то начинают выпадать просто ну там то свои периоды таки это уже где-то примерно 2 причем она в принципе то есть раз лампочка и выключена да 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 а у вас это милиция стоит у меня было у меня было такие кадры короче на вас мне кажется вы можете ударить человека то есть почему-то мне что-то подсказывает я могу его унизить у меня было такой короче кадры такие были то есть я вот там пил 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 а это был очень тяжелый момент мы готовили саммит оба 7 мне повезло быть техническим директором это сами то то есть всю эту канитель год я активно участвовал вот но там на пределе то есть это предел международный будем так говорить повышенно на беспредел казахский это же как и венчик понимаете то есть тем более у нас же все сценаристы все режиссеры все дизайнеры все знают все поэтому ну было страшно и вот буквально перед какими-то там днями уже до начала то есть но мы пришли пошли о кого разума сбрасывать потому что уже невозможно было и вот такой выброс пошел к да 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 и такой выброс пошел то есть в какой-то момент вот мы я помню мы так хорошо там водочку пили да вот меня простят сейчас братья потому что сейчас ну выслам это но это должно знать как говорится чтобы других от этого предостеречь вот а потом когда там кто-то шампансиком дал там пошлифануть то есть у меня следующий кадр короче я помню я по-моему в кпз короче там это дверь ломаю потом потом кадр такой чтобы дубль 2 там кадр 1 2 2 потом я с каким-то мужиком сижу так вот на картах за жизнь короче говорю и третий кадр мне короче стоит милиционер форме такой горит аха давайте мы вас посадим от бабон домой вас отвезут да я там всех достал короче поэтому это такое на уровне подсознания по было ли это не было я не помню я после думаю елки-палки аж может могло быть хуже вот а могу же там ну и почти что-нибудь это и меня это так раз поделюсь до чтобы вот сделать наше интервью до более такое на же все-таки там молодежь смотрит да и все такое ведь вредно вот нет я вот чуть-чуть другую свою теорию до что на самом деле многие говорят что вот пить плохо другой вопрос и я согласен что пить плохо и вот почему что не каждый человек сможет пройти по вот этому тонкому когда да да то есть гипотетически нам ничего страшного но не все способны вернуться вот там вольно-невольно ты уходишь и не возвращается и ну что греха таить как бы получается что когда ты выпьешь но у тебя там по бесу на плечо-то садись очень-очень вот и они нашептывают тебе вовсе не правда и радужные мысли и я вот честно скажу и то есть я вот в прошлом году прошлом году очень у меня там тяжелый такой год был в таком карьерном там профессиональным в семейном меня так на раскоряку взяло что я решил первый раз рамадан эту разу подержать и вот после этого меня алкоголь вообще просто выбило я от никак сигареты никак не могу бросить то есть это мои как говорится демоны шатаны я с ними борюсь но алкоголь меня выбило раз и навсегда вот я абсолютно вообще вообще то есть я вся прекрасно чувствую даже не могу понять как раньше вот надо то чтобы там шуту сказать ну там а 100 грамм цена давала как я вам знаете я вот об этом тоже думал а почему вообще вот люди вот скажем там подобные человек он просто который вот в движениях состоит он просто на себя мне кажется берет больше чем сможет унести да то есть ну получается вот и встаешь допустим 900 в и пошел там что-то двигаться грубо говоря получается во сколько в 9 вечера это уже 12 часов 12 часов а у нас же как получаешь целый день делаешь там делали на вечером пошел надо тоже надо с этим поговорим надо по встречаться здоровья для этого дерева не хватает да то есть люди садятся на эти допинге на потому что ты вот трекнул и у тебя вроде как это второе дыхание включилась а я вот я вот по этому поводу да тут я сейчас немного как говорится вам несут такой религиозную в эту струю я вот для себя понял да например по то есть я сейчас стал более ну как бы терпим там вхожу в ислам ну поскольку традиционно то есть возможно возможно было бы христианство с другом снасом вот но тем не менее я вот сейчас понял роль молитвы и вообще по строению дня если мы будем исходить от обрядовости да то есть очень начинаешь понимать на совершенно другие вещи то есть во первых то есть ты встаешь ну рано как говорится есть масса пословиц там кто рано стоит бог дает там то есть это всего ну будем так говорить поколениями веками то есть ты встаешь благодаришь вам всевышнего просто то что ты внук как это начал день совершенно спокойно работаешь полдня замечательно совершенно хорошо вот в обед ты снова молишься для того чтобы ну как бы очиститься там ну вот тем более я вообще насколько понял есть физическая очень хорошая вещь то есть ты грубо говоря каждый день каждый раз делаешь зарядочку то есть небольшую такую очень хорошую вот и плюс метафизическую ты делаешь очистку себя потому что вот эти разговоры встречи они все равно на человека дают вот этот вот определенный негатив влияние положительное отрицательное это уже другой вопрос не всегда да там отрицательное просто нахват нахвативаешься вот она она начинает твои внутренние вибрации сильно раскачивать вот а под вечер ну еще там три раза ты делаешь да и совершенно там перед ночью когда ты делаешь умовение то есть ты уже спокойно ложишься спать я сейчас да ложусь спать вот просто как говорится там помолился поблагодарил раз и заснул проснулся я так понял это очень сильно очищает и вот этого нету то есть и плюс у тебя есть возможность когда ты в молитве ты разговариваешь вот ты прежде всего начинаешь для себя лучше формулировать что ты хочешь ты не туда формулируешь на самом деле ну то есть понятно ты обращаешься но ты внутри себя это проговариваешь и когда ты это проговариваешь несколько раз ты начинаешь минуту мне кажется как кого-то тренинг очень хорошие ну вы сейчас как бы даете такие ну скажем светские такие объяснения обязательно достаточно да 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 но я тоже глубоко верующий человек на самом-то деле то есть у каждого человека ему мне кажется в этом контексте стоит задаться вопросом ну а что у тебя есть то есть и квартира машина ну там соцпакеты друзья карьерный рост социальный статус это все здорово но твой последний бастион вот когда но особенно это вот для людей таких вот роковых да вот наверное вы до пламенных то есть они просто ну живут в полную там силу да не танцуют а в эти полшага не пляжу как есть и они просто быстрее до этого доходят до сколько этих случаях когда гусарские там офицеры гвардейцы потом уходят в затворы да то есть и просто живут обновляет я птичками будет интересно я прочитаю прошлом году ездил на обиде то там вот у которого октавка то считается таким одним из таких сильных энергетических вещей то есть место и все и там что интересно то о нем очень мало вообще какой-то вот ну информации очень-очень я все перерыл там весь в интернет но нету то есть до 40 человек до 40 лет человек жил я так чувствую полноценно и судя по тому как там сейчас люди живут мысли уже очень полноценно вот но вот именно в 40 лет его что-то снизошло он встретился тоже видать поиски какие-то были средства с учителя потом на какое-то время уехал я скорее всего думаю наехал куда-то самарканд там бухару хорезом где они ну там более то сказать обучение было и вернулся и совершенно стал жить совершенно другой жизни то есть опять же скорее всего гусарил совершенно ну как говорится жил полноценно но потом вот мне кажется кто действительно вот ярко живет просто он быстрее начинает задумываться о каких-то вещах потому что вот у него картинка такая будем говорить а такая но он бы стоит в тупик в этот мне кажется заходит может что ты в начале ты живешь вот этими мирскими ценностями у нас же видите мы еще с вами вы какого года 72 72 но я 74 она там не суть большая разница то есть мы родились на срезе да вот на стыке куда мне мы входили вот в осознанную жизнь когда двигались вообще там исторические пласты горят на стыке кибернетики и математики новая наука вылезла 6 так это то есть а там смотрите поломались советские ценности то есть я в один момент я помню для меня это было очень ужасно когда в один момент я понял что ну что то не так с пионерами героями то есть как бы ну хотя эти диссонансы то есть я с одной стороны читаю там и мечтаю там поймать вражеского шпиона нам и поехать в артек с другой стороны мне там там коллеги на улице предлагают пиздить велосипед да там отобрать кого-нибудь нам желательно было делать и тогда вот какие то вот эти диссонансы они уже тогда начались а потом вообще то есть в один момент мы остались без идеологии ну да и что получается то есть наша у меня вопрос а мы помним как тогда остались так и до сих пор и нету нет ну почему сейчас она есть то есть слава богу то есть вернулась нормальная классическая человеческая богом данная идеология ко многим она вернулась что у тебя то есть последний твой рубеж и первый твой рубеж это господь чупарится и тогда сразу картинка становится как бы абсолютно понятно и простой там суть спасения то есть это и есть обретение гармонии но есть это не значит что у тебя там не знаю там чакры какие-то откроют ну просто у тебя вот все ты кажется первый последний рубеж на самом деле это мы и есть сам я то есть в твое внутреннее вот как я где-то читал что есть там в толкованиях что есть два вида хаджи то есть священной войны то есть малый это борьба за веру и все все ее там проявления то есть это не только но было это физически что не всегда правильно но там учение то то есть большой хорошо на самом деле больше хочет а борьба с самим собой поиски себя то есть вот мне кажется именно вот но мне сейчас радостно и приятно что я в 40 к этому пришел и действительно иногда погружение в себя внутренне она дает больше полезности информации чем вот это вот молодежь ну когда молодой был там если где-то из меня кто-то водку открывать так я думаю всю жизнь закончилась сейчас совершенно у меня круг общения поменялся у меня там привычки начинают меняться то есть я прежде всего становлюсь интересным сам себе и находясь наедине что интересно многие вещи становятся более понятными для себя же было вчера тоже с очень интересным человеком говорили получается вот до чего это же договорились поделюсь что когда ты летишь вот на этом гребне волны и глиссерий тоже в общем-то подключен то есть вот когда ты выходишь вот этот на глиссер на то есть ты нету вот этого мира вокруг да это какой-то такой сад 3 до 3 до 2 тоже летишь куда чё движут да 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 такого же состояния можно достигать и в одиночестве то есть на просто люди вот выгодите вот этого быстрее там king там king там кино нам то есть люди ведь боятся быть наедине с собой то что начинают приходить вот это странные вопросы до которые не у всех есть ответ когда вы много странных ответов. У меня вот насчет глиссера, да, насчет этого, у меня очень хорошо свое время отец сказал. У меня папа все время играл в Кайрате долгое время, то есть там начальником команды был, то есть ну как бы человек футбольный. Вот, и он мне еще когда я там молодой был, он говорит, ты знаешь, как в футболе есть такое понятие увидеть поле. То есть ты мяч, там он полузащитник, ты мяч взял и пошел, короче. И ты несешься и не видишь никого там одного, второго там с кем-то, потолкался там дальше, и ты бежишь и почти можешь до ворота бежать. И вот, говорит, обязательно надо иметь чувство, остановиться, мяч просто остановить, встать, посмотреть на поле, кто где стоит там, кто тебе рукой машет, где там все-все-все. И потом принять решение, либо ты пасуешь, либо ты бьешь, либо там, ну еще что-то делаешь. Вот, и мне кажется, вот самое большое, самое большое как бы, мне кажется, дар человеку судьба может дать, если у него будет чувство вот это увидеть поле. Потому что у нас обычно, как вот, начинает, человек в лямку на себя берет, да, и пошел, и не видит ничего. И вот у него бытовых обыденность, какие-то, ну, ложные, какие-то там совершенно эфемерные цели, да, и вот он прет там к ним, прет, 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 и зачастую там, мне кажется, 90% помирает в, так сказать, в ложных каких-то истинах, непонятно зачем. Вот. И плюс, конечно, что плохо, общество, очень часто семья, часто друзья, они только, ну, так сказать, помогают вот этому ложному. То есть они там типа давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Особенно если человек активный, более-менее, на него сразу на шею тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. И пошли, короче, вперед. Ну, об этом недвусмысленно сказано в Евангелии, то есть когда говорят, что оставь там отца своего, там, и мать свою, бери свой крест и следуй за мной. Да, однозначно. Другой вопрос, это правильно надо толковать, но многие, как их называют, там, лада старцем, то есть когда человек вдруг вот услышал и начинает вот сразу там подвижничать, там, вериги носить, там, ну, это... Нет, ну, тоже надо без фанатизма. Конечно, да. То есть на самом деле есть же еще и заповедь, да, чти родителей. Конечно, нет, нет, это... Она ключевая. Нет, так вот ее надо толковать, мне кажется, что вот у нас однозначно в обществе существует, что мы очень где-то иногда замаливаемся, допустим, на детей. Вот это очень хорошо. В предприятии, то есть люди говорят, все во имя детей. Да, да, да. Ну, я считаю, что, слушайте, ну, действительно, это наши дети. Действительно, мы должны им дать максимальное количество любви. Действительно, мы должны их за ручку взять и попытаться провести по жизни, да, подготовить там максимально к этому. Вообще, страшно. А что такое? Давайте про философию. Можно одеться? Одеться. Потому что у меня пятеро. Вот я, как говорится, тут Крым-Рым, ем каждый день. Тут только-только приехал с младшими из Турции. Я тоже, ну, как бы, тем более, я с их мамами в разводах, поэтому у меня есть уникальная возможность общаться с детьми напрямую, без мам, то есть без посредничества, то есть, ну, один в один. Вот. И я тоже, ну, как бы, есть же комплекс, да, типа там воскресного парка. Я чуть в него не ушел, там, вот надо носиться, там, то-то, то-то, так-то, так-то, так. Я реально чуть в него не ушел. А потом мне одна умная, мудрая женщина сказала, ты, говорит, не надо за детей сильно переживать. Ну, не надо переживать, потому что даже если мы берем просто, ну, грубо говоря, там, в русском языке значение переживать, ты их можешь просто пережить. То есть ты закроешь ту дорогу, которая им дана от Всевышнего, да, и начнешь их подстраивать под свои внутренние какие-то вещи. Ну, как мы, например, как мы, мы же дети наших советских родителей, и наши советские родители, они что, сами не смогли достичь, они очень хорошо в нас пытались в нас. Я сейчас смотрю, да, у нас вот ребенок, он, ну, не успел там что-то сделать, его и на музыку, там, и на танцы, и туда-сюда, и бедный, вот он, он аж бедный там бегает, этот самый. Ну, не надо, надо, ну, как бы, искать и смотреть, что ребенок хочет. То есть, ну, вот. Ну, я абсолютно с вами согласен. То есть не надо тут переживать. И в этом отношении? У меня многие, кстати, вот, Алла Верды, как говорится, осуждают вот даже где-то, да, за что? Что вот мои, там, две дочки, я их не хочу куда-то гнать. Конечно. Вот. Мне кажется, пускай в них сейчас вот нарастает лучше вот этот вот какой-то духовный стержень. Почему? Потому что я заметил, что в этом мире, вне зависимости от профессии, легче жить людям целостным. Конечно. То есть, пускай у него вот этот духовный... И занимающийся своим любимым делом. Ну, так вот, его услышать надо сначала, понимаете? Потому что, ну, хорошо, окей, вот тогда вопрос, а что, вот, допустим, ваше любимое дело, да? И вот тут начинается вот много... У меня насчет любимого дела тут, конечно, очень сложно, потому что у меня, поскольку я полутворческий человек, вот, поскольку у меня... Слушайте, у нас, по-моему, это мы однояйца, и близнецы, да? То есть, я вот... Мы же похожи, вот посмотрите. Нет, на самом деле, да, вот во мне сочетаются два совершенно разных человека. Плюс я там по гороскопу близнец. Это такая украинская версия. Да, да, да. Вот, например, у меня, да, то есть, я при том, что там я творческий, вот, я знаю, что там по фейсбуку, поэтому меня там все знают, типа там, ну, там, странная личность, веселая и очень творческая. Вот, ну, на самом деле, в жизни, да, как кумар-атлет, я, ну, очень, ну, будем так сказать, цельный. У меня, я там долгое время работал в Министерстве иностранных дел, в нашем посольстве в Англии работал, в системе МИД 6 лет я отработал, потом я в системе нефтегаза отработал, вот, то есть, как говорится, там себя зарекомендовал, тут себя зарекомендовал, потом я 6 лет отработал в бизнесе, ивентами занимался, но ивентами крупными, там, международными, вот, поэтому у меня, в смысле, могу командовать, вот, и там людей гоняются со страшной силой, то есть, ну, держу вот так все, вот, но это совершенно мне не мешает быть. Я нашествие организовывал, как ивентюр, ивентюр, вы меня поймете, 30 тысяч на поле. Офигеть, нет, просто такие вещи, вот, действительно, там, многие думают, а, там, типа, это, хали-гали, там, сделайте, 800 человек, став тогда был в фестивале, это просто застрелиться, у меня голос за неделю кое-что, я, честно говоря, нет, оно, оно дает, причем, вот, я, насколько понимаю, да, настоящий, вот, ивентщик, да, он не занимается тем, ну, в смысле, там, топового уровня, кто руководит, он не занимается тем, что, там, бегает со всеми, там, в каждое, там, в каждое, то есть, лично я для себя, как мероприятие, вот, если какое-то мероприятие я готовлю это, я, прежде всего, на день просто запираюсь и просто его, вот, будем так говорить, визуализирую, я его просматриваю, а просматриваю от, ну, грубо говоря, от того, человек, он где-то увидел рекламу, да, и вот, тук-тук-тук-тук, вплоть до того, там, он какой-то туалетной бумажкой воспользовался в точке, где ею пользуется, вот, и куда он ее выбросил, в конце концов, и кто это потом эту точку еще и помыл. Смешной случай, одна барышня, мы организовываем, первое нашествие, одна барышня приезжает, ну, мы брифуем, нет, мы брифуем, ну, что, будет, ну, да, в районе, там, двадцатки-тридцатки людей, она говорит, окей, у меня есть 18, говорит, биотуалетов, это вот, про, у нас уже зашла, про святом, да, вот, я говорю, ну, здорово, я говорю, а сколько вместимость биотуалета, она говорит, ну, вот, 200 литров, да, там, я говорю, ну, прикольно. И тут вы посчитали, да. Я говорю, слушай, я говорю, хорошо, у меня там следующий вопрос, а кто будет в говне тонуть, вот, и потерялась, то есть мы на нашествие, мы выкопали вот такую траншею длинную, и сделали такой на 80 очков дачный сортир типа МЖО, то есть, ну, он такой длинный, квадратный гнездовой, да? Да, 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 ну, зато его невозможно было усрать, вот, а, кстати, когда на ВИП все равно поставили биотуалеты, потому что, ну, на ВИП это, вот, вот, ВИП, короче, ходил в те, в наши, как бы, дачные, потому что, ну, вот те были правильные, на самом-то деле. Не, ну, касательно ивентов, мне кажется, совершенно я с вами согласен, я лишь добавлю, ну, вот, допустим, свое видение, да, что, ну, допустим, если ты берешь большой фестиваль, вот, Ибицу первую, да, я директорил на Фридоме первые сезон, и мне получилось, тоже довелось административную вот эту организацию, то есть там тащили там артистов, там, Девет Дисковый, а вот, поскольку это на моей, как бы, земле происходило, я вот это, там, милиция, там, общепит, охрана, там, все дела, это я решал, да, и у каждого, праздника такого большого ивента есть точка уже невозврата, то есть, условно говоря, если ты в 11 начинаешь вот эту движуху, да, где-то в час, а, в принципе, ты контролировать не можешь уже ничего, то есть это просто вот идет уже само. Да, потом есть еще энергетика мероприятия, сама по себе, когда ты уже, ну, то есть оно все пошло, я где-то вот, кто-то из российских известных ивенщиков, он сказал, что самое главное правило ивенщика настоящего, то-то, когда, там, ну, грубо говоря, третий звонок, просто помолиться, как говорится, сесть и просто себе мозг не сломать. Да, нет, ну, молитва, вот, через ивенты, да, то есть ты быстрее понимаешь, то есть вот у меня был период жизни, я два с половиной года занимался экстремальным туризмом, то есть у меня там были зилы, там, всякие эти, и мы, нам говорили точку по GPS-у, и мы, там, влезли, там, на осы, там, ну, куда только не лезли, да, то есть и когда ты тащишь, там, 100 человек на 2700 метров, то есть там, ну, как минимум надо молиться, потому что там все остальное, в общем-то, бессмысленно, да, то есть невозможно, там, просчитать, когда, там, на этом гребаном зиле, да, там, двигатель перегреется, да, там, когда, там, повар, я не знаю, там, обосрется, да, то есть это все невозможно, вот, и меня вот ивенты тем и бодрят, что, ну, это так очень интересное занятие, то есть другой вопрос, наверное, не для всех, потому что вот мы видим, вот, Чеснок Киезет, если знаете сами, то есть вот я создал этот веселый проект, вот, а я опубликовал свою записную книжку, то есть вот, как было, то есть я, мне по жизни звонят до сих пор люди, да, во-первых, бронируют места в метро, до сих пор столики пытаются забронировать, а на фрейдами вот тоже. Типа брат организует, да, да, я уже, не знаю, там, 10 лет последних там не работаю, и меня затрахали откровенно просьбы найти скрипача, клоуна, слава, брат, клоун нужно срочно. Нет, 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 ещё звонят-то, там, 3 часа ночи. А где ты значки заказывал? Такое, ну, блин. В смысле, там, кто это заказывал, и там, там, цепочка людей. Ты такой, камон, короче, ну, ладно, там найдёшь. Вот, и вот я опубликовал записную книжку, в конце-то концов, да, сейчас она там обросла, и получился такой вот инфоноситель. Это, кстати, одно из немногих дел, я считаю, что я хорошее для людей сделал, потому что полезная штука там. Ну и, в общем-то, все артисты слегка должны. Я вот насчет записной книжки, я тут немного сейчас перескочу, я думаю, для интернета будет интересно. Вот использование Фейсбука в качестве записной книжки. Я же написал 4 книги, то есть до вхождения типа блогерства. Прямо 4 книги? Прямо 4 книги, я просто сейчас что-то выскочил из машины, я подарю. У меня есть трилогия «Город летающих пакетов», это «Город летающих пакетов», потом «Алмата-Астана-Транзит» и завершение «Приподнятая целина». И есть один сборник рассказов, испытанный на себе, я подарю, потому что там все темы. Нет, с удовольствием, я очень буду благодарен. И вот еще, чем ценно наше сегодняшнее с вами интервью, потому что, ну вот я снял за последние полтора года, порядка 120-130 интервью. И у меня совсем мало было писателей наших казахстанских. Вот, кстати, быстрый вопрос, да, то есть, а чего их нет? Я даже не знаю, вот честно говоря, да, я потому что себя не причисляю к писателям, то есть, я, ну вот, мне сложно сказать, почему их нету в классическом, как говорится, понимании, почему писателей нету. Потому что я, ну, там, литературные институты не заканчивал, там, с литературой, так сказать, я все, что можно было про войну, про войну вторую мировую в школе еще прочитал. В смысле, мне этого хватило. Вот, но вот именно почему сейчас, не знаю, вот не могу сказать, врать не буду. Но вот это интересно, посмотрите на ФБ, да, сколько у отельных писателей ведь. Вот вы же читаете их? Мне кажется, вот один из таких вопросов, почему, например, я пишу, но пишу, так сказать, это так в охотку и так в хотелку, как говорится, но не серьезно. Я как-то попытался на этом деле прожить, ничего не подобного, то есть, вообще полная засада, короче, просто полная засада. То есть, тут надо быть где-то иметь скважину, там, миллиардером быть и тогда, ну, как говорится, писать. Вот, но плюс все равно есть такие масса внешних факторов, например, как поддержка, так сказать, наших отечественных писателей, которые я вообще нигде не вижу, что есть поддержка, это первое. Второе, это… Ну, сайт вот сделали, Проза Ки-Зет. Не, ну, Проза Ки-Зет, ну, в смысле, сайты это хорошо, но… Ну, вот вам скажу, вот, я не знаю, вот, давайте поговорим об этом, это интересно, потому что у нас количество графованов, там, блогеров, там, разных мастей и… Как в Монголии политических партий, да, на каждого человека одна партия. Ну, да, то есть, у нас крайне много блогеров, которые не пишут, да, то есть, это вот интересно. Вот он блогер, это такая некая… Что он делает? Да он тусуется везде, вот, и твитит, то есть, там, твитит, вот, смотрите, я там, я тут, я здесь. Вот моя тарелка, вот мой, вот мой стакан. Ну, да, а я вот с ним, вот смотрите, я сегодня, там, с Куманой такой, вот, я сегодня, там, вот, вы, кстати, сделали же совершенно замечательный ивент с Сашей вместе, да, то есть, Бутаковка. Я, кстати, это тоже смешной случай был, но это, я звоню Цою в воскресный день, я сажусь на велосипед, думаю, ну да, покатаюсь, ну, и решил, там, грубо говоря, в общем, не рассчитал я свои силы, отмотал 20 километров и понял, что до Бутаковки еще 20, да, ну, я же это упрямый, я ловлю тачку, загружаю туда этот велик, звоню Цою, говорю, Цой, я не знаю, где Бутаковка, вот так получилось, что вот я везде была на Бутаковке. А я тоже, кстати, до этого не знал. Да, на Бутаковке не было, я говорю, где эта Бутаковка? Он говорит, ну, ты вот возле Беладжо остановись, вот, и там недалеко, там пару километров. Я выгружаю велосипед, вот, и начинаю перейти туда, чуть-чуть ниже, спустился в гору на велике, я еду, ну, я там же в гору, там, я не могу ехать, я уже его везу, там, пру туда, пешком, километры прохожу, два прохожу, блядь, три прохожу, блядь, тут там встречу туристы. Чувак, вот, я говорю, слышишь, а где Бутаковка? Они говорят, ну, тебе километров восемь, честно сказать, я не знаю, в этот момент Цой, я думаю, сильно екнул, вот, а я реально чувствую, мне же еще обратно ехать, а я понимаю, я сейчас туда, как вот инвентер, я приду, там же движуха, там надо здороваться, там надо, ну, общаться, там, ну, там, соответствовать медийному образу, блядь, короче, я не доезжаю шесть километров до Бутаковки, разворачиваю, блядь, 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 блядь. Слава Богу, хоть обратно вниз, вот, не доехал, к сожалению, хотя сильно... Хорошая тусовочка. Насчет вот этого блогерства, которое сейчас, потому что, например, я... Давайте, давайте, это интересно. Я себя блогером не считаю, хотя там пишут, там блогер, я просто не могу понять, что это такое, просто не могу понять, я как бы... Нет, ну, блогер, подождите, есть официальная версия, блогер это гражданский журналист, что это такое, то есть он не обязательно должен быть даже профессиональным, иметь образование, да, но это человек пишущий, который не по заданию, а редакции, да, А в силу своей, там, какой-то жизненной позиции описывает определенные, там, социальные явления. Жизненные позиции и моральное внедержание, да? Ну, ну, хоть бы и так, вот, пожалуйста, я не против. То есть, и, в общем-то, идея-то замечательная. Вот мы пытаемся работать с блогерами, да, и пытаемся это каким-то образом монетизировать, и это действительно, если это по уму делать, И много-много работать, это супер восстребованная вещь. Мне кажется, у нас вот понятие, ну, в смысле, вот о чем мы говорим, это действительно блогерство, это, то есть, это работа, это, в смысле, это умение писать, описывать, там, ну, чувствовать вот эти состояния, Ну, как бы искать такие состояния, и, ну, передавать их людям. Мне кажется, у нас вот это вот именно фотки-фотки, хихоньки-хахоньки, или там, а вот это меня вообще вырубает, когда просто берут и какие-то, там, как будто вот этот, там, трехтомник книга мудрых мыслей, и давай, короче, по нему перепечатать. Ну, это вы от этого вообще не понимаете. Ну, это купипаст. Да, да, я вообще не могу понять, ну, то есть, там, типа, и как, я извиняюсь, конечно, как в лужу дунул, там, что-нибудь напишу, да, типа, там, или особенно, там, ну, там, женщина, типа, сегодня ты королева, короче, и все, и там все. Ну, их нельзя осуждать, знаете, почему? Нет, их осуждать, знаешь, женщину. Нет, многие их поругивают, но это, ну, неизбежная часть пути, я так считаю. Это неотвратимое зло. Конечно, да. По-английски это называется во время ведения боевых операций, когда там гражданское население, это называется collateral damage, сопутствующие эти потери. Нет, почему, не объясню. Он вот это вот попросил, смотрите, мудрые мысли. Ну, смотрите, из хороших новостей, каким-то образом он уже к ним прикасается. Ну, да, ну, да. Это первое. Потом смотрит, никакой реакции, ну, вообще, да, он начинает задумываться, сука, какая умная мысль, а что там? 200 лайков ни хера не собирают. Тут рядом кто-то пишет обычную житинскую историю, да, он собирает там 150. Я считаю, что, я думаю, вы со мной согласитесь, что надо ребятам, там, девушкам, мальчикам, неважно, да, то есть, все-таки сказать, я вот им всегда говорю, что вы пишите, коллеги. Мне кажется, писать надо. Старайтесь. Другой вопрос, что это надо делать, блин, постоянно, регулярно, и вот тут вот как-то надо это, как сказать, отринуть себя, что ли, я вот не знаю. Я вот, я к этому пришел, мне потому что говорят, ты начинаешь на Фейсбуке размельчаться от того, что ты писал. Ну, потому что я там писал более-менее глобалки, конечно, там не там война и мир, но типа ты вот туда уходишь. Я, например, сейчас смотрю, да, на Фейсбук, это для меня действительно как записная книжка, это прежде всего тренировка записи быстрых мыслей, потому что, ну, там всегда же, помните, говорили, типа, надо с собой носить книжицу, там, книжицу или там блокнот или ручку. 60 процентов, кстати, писателей вели вот эти мини-дневнички. Но сейчас, ну, я там с тетрадкой из дневничком, ну, как говорится, там, ну, не... Не, ну, так а зачем, когда есть Фейсбук? Вот, поэтому я быстро раз напишу и в Фейсбук выбрасываю. Я один раз, вот, буквально в ноябре прошлого года сделал, я за последние полтора года все статусы свои собрал, там, истории, короткие мысли, да, и сделал рассказ хороший, знакомый. Вот, и он реально прикольный получился, там разговаривают два человека, вот, а на самом деле, там, в конце получается, что разговаривает человек сам с собой. Я просто свои статусы, я просто, ну, грубо говоря, подошел математически. Сначала я прочитал, какие у меня основные темы. У меня основные темы мужчина-женщина, немного политики и о вере, вот. И я потом это разбил, там, плюсы-минусы, или там формат-неформат, и все это сделал в виде диалога двух людей, вот. И очень легко получилось, совершенно, то есть у меня этот рассказ хороший, знакомый, ну, как мне вот сказали, он, типа, он из всех рассказов, он самый такой, там, продвинутый. А где можно в сети почитать? Я на ProZero выставляюсь. Вот так вот, да. Я на ProZero, там, вот прям, зайдите ProZero, Кумана Аджаджиро, и там все мои рассказы, плюс я начал туда миниатюры, я сделал еще, как в Facebook, но я стал, еще хитрее, короче, ленивый же, вот, еще хитрее стал делать. Вот я сделал серию, называется «Бумажные Нецки», поскольку у меня же, ну, Кумана Аджаджиро, надо же там тоже образно поддерживать. Я сделал серию «Бумажные Нецки», и то есть я маленькие свои заметки я выставляю вот в эту серию, и оно действительно вот, ну, такие, как записки. Вот, и плюс я сделал еще одну вторую серию, это «В здоровом деле и здоровый дух». Это я сейчас начал много писать на тему веры, как, ну, вот, как туда я прихожу, как себя там чувствую, и я вот эту вторую стал. То есть мне, например, интересно, я не могу большие вещи писать, это я вот понял, мне интересны вот такие краткие, быстрые заметки, записки. Почему? Они, в них успеваешь передать свое состояние на тот момент. Мне очень тяжело вспомнить свое состояние, которое было там третьего дня в 16.00 в разговоре с тем-то. Ну, очень сложно, потому что я там не могу себя вот там внутри сфотографировать, и потом сидеть переживать. То есть человек в настроении. Поэтому вот раз, сбросил, и у меня это состояние сохранилось. Вот, и поэтому я вот такие вот заметки пишу, вот. И плюс, я как говорил, мне вот этот формат там тот же от Генри до Влада, он более нравится, потому что он все равно дает вот эту живость сознания, живость там с жизнями, ну, как бы, международной. Вот, и поэтому, так сказать, очень весело пишется. Здорово. Будем обязательно читать, потому что на сегодняшний день, почему какие-то люди, которые пишут там в Фейсбуке, там, я не знаю, неважно, на блок-платформах, да, то есть почему они, если они делают это качественно, почему они моментально обрастают аудиторию? Ну, потому что, мне кажется, у сегодняшнего человека, несмотря на бешеные потоки контента, которые на него обрушиваются, ведь они бешеные, так, если разобраться, сколько информации, мамочки, но вот такого, чтобы до тебя вот он как-то поцарапал или дотронулся, такого вот все равно нет. Это вот, кстати, тоже непонятная вещь, то есть, мне кажется, это вот, то, что нет у нас многих, много писателей, да, то есть, мне кажется, это малодушие. Ну, может быть, может быть. Это потому как, мне кажется, еще есть такой фактор, да, каждый, кто хочет написать, а я это прошел совершенно замечательно, то есть ты напишешь, и ты ждешь, что тебя все похвалят. А у нас почему-то общество, в отличие, мне кажется, от того, что европейского, там, если кто-то что-то делает, его минимум будут хвалить, типа, молодец, давай, 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 подбадривать, там, ну, даже вот, ну, там, в изучении языка, там, ну, как бы масса примеров. У нас же, короче, на, сразу там, на, 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 запинают, причем, больше всего запинают самые близкие люди, потому что ты начинаешь выходить из того образа, который они о тебе думают. Я, например, долго не показывал ничего своим близким и родным, потому что думаю, сейчас, да. То есть, какая цитата в голову такая запрыгнула, встать и выйти, и заря, да, вон, сеть на электрический стул электрон, мама, мы все тяжело болели. Потому что я вот, реально, у меня вот ощущение, да, у нас вот каждый, каждый человек считает, вот, обязательно своим долгом, вот, там, моральным, я не знаю, каким, вот так вот взять тебя еще, вот так вот, на, на, короче. А почему так? А вот, а вот этого я не знаю, это, мне кажется, это вообще, то есть, это, ну, это какая-то, ну, я не знаю, это какой-то характер народа, или, я не знаю, там, мне кажется, там, Абай Куланбай свои там все заповеди, которые писал, он, я думаю, его просто так все достали, что он просто взял слова назидания, просто уже, уже так вот, так сказать, типа, да пошли вы все. И вот так, типа, читайте все, больше кабинете доставать, потому что реально такое же ощущение, потому что у нас, это хорошо сейчас, меня никто не критикует, потому что, как мне Саня сказал, типа, я говорю, а что мне меня никто не троллит? Он говорит, а тебя как же можно троллить, типа, короля троллей, потому что, я говорю, ну, я, я добрый был когда-то, очень добрый, но когда меня там начали, там, у вас тут запятая не та, тут не так, а это слово не то, это не то, а почему вы написали, чувствуете себя как клоун в посудной лавке, а надо писать слон как к посудной лавке, я говорю, ну, я себя чувствую клоуном в посудной лавке, я не чувствую себя слоном в посудной лавке, там, ситуация какой-то, я говорю, я пишу то, что я вижу, то, что я чувствую, поэтому не надо, поначалу там столько было, потом на это все реагируешь, вот, ну, я как это перешел, то есть я сказал, пошли вы все, короче, и все. Кстати, вот, чуть-чуть вас прерву, мы сейчас такую составляем еще по ходу интервью, небольшую инструкцию для молодых начинающих писателей, блогеров там и прочее, что вот этот период, когда тебя будут ломать и жестко критиковать, нужно пройти обязательно всем. Обязательно, обязательно. Это неизбежная просто, вот, я считаю, составляющая творческого человека, то есть вот меня в свое время Еликбаев заради прикола запустил на автора, и я так полагаю, что он меня запустил туда в качестве клоуна, потому что, ну, там сидели, там, не знаю, Жамарт Ертаев, да, там, я не знаю, там, Алекс Космонавт, там, Рашев, блин, он еще просто тогда был комментатором, он еще ничего не писал. То есть, там сидели люди, ну, очень такие, большой глубины, там, Гульнара Башкенова писала, там, Галина Рыжкина, ну, это вот тот состав автора, который, ну, вот, краснознаменный, да, там, условно говоря, там была такая гремучая смесь интеллектуальная, вот эта такая духовная какая-то такая была странная такая масса. Короче, Харламовская пятерка, да, типа такая? Ну, вот, да, то есть, и тут туда, как бы, вот, кинули, вот, ну, такую болванку, да, то есть, вот, в виде меня, да, то есть, потому что я писать тогда действительно плохо писал, я сейчас понимаю, что, да, я сейчас, наверное, не очень хорошо пишу, но тогда это было вообще, по меньшей мере, ржачно, да, и вот, я два месяца на авторе, я молча читал эти ужасные комментарии. Я, сколько раз я там умер, сука, в грубе себя, это был какой-то кошмар, но, вот, правда, наверное, про писателей и вот про творческих людей все-таки потом остаться в живых, после вот этого вот жесткоча, бля, вот, этот хардкор, мне кажется, прежде всего, прежде всего, надо себе... Это вот то, что вы привели, там, слон в посудной баке, это так, ну, честно сказать, даже... Не, меня мощно трамбили, то есть, а когда они, они же почитают, да, они долго, они дня три, четыре, потом они напишут, напишут, сука, пять строк, но эти пять строк, это и бетапия твоя, вот, как это хорошо. потом надо обязательно отречься от того от желания всем нравится то есть вообще ну то есть вот это вот ожидание типа кто меня лайкнет там кто меня там кому я понравлюсь и полу вот это вообще ну если это фуфил настоящий просто вот этого надо сразу две вещи не нам не надо ждать тебя будет хвалить вот винен и надо быть готовым что тебя просто убивать будут вот если ты к этому но это не знаю это надо просто в дзене находиться не осмотрите там как все серьезно я уже на самом деле то ли это надо относиться как цирку то есть как ну действительно это же ты ты ходишь там этой темной ночью до когда на тебя там этот светит этот луч там этой луны в тебе все твои сокровенные фибры там восстают и ты перекладываешь их на бумагу и утром ты трясущейся рукой нажимаешь кнопку публикнуть как цирку ты как цирку никак к этому не сможешь относиться это же твоя собственно там правда давно там чего там чего там эти пишут там убейся это же этот был хороший вот этот сайт подонки я вот потом подонковский подонковский сайт где там вообще классика ну я не знаю тут мне сложно какие-то рекомендации давать но надо просто себе нервы ну просто самые-самые железные нарабатывать вот то есть я не знаю для этого надо одеться там в гучу этот и все все и ходить там неделю там по еляню по барахолке на себе не недрустные взгляды людей как говорится на этот наблюдать и себе волю как как один мой знакомый там занимаясь боксом ну пройдет я этого не от него не слышал но про него говорили типа там он свое время для того чтобы там силу воли как говорится маневренность там все наработать он приезжал парковался где-то в малой станице короче и бегал там боксик короче бегал там куда-нибудь и там видит лица лица сидят всякие короче водку пьют он там мимо них так вот так пробегает короче естественно они там же как и когда вы собаки сразу за ним и это он бежит там раз разворачивается первого пух-пух кладет и дальше бежит и так вот всех по одному нет он причем не на зилу он смысле он в этом как санитар работа мы сели с вами выпить вот у нас достаточно я считаю в общем-то неплохая сейчас туда вырывается представьте он перенес локацию на тещин язык с этой новой страницы сейчас я не знаю и побежал дальше нет здесь но есть но он 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 сам не провоцировал то есть он я говорю как санитар леса то есть вот он то есть те сливки которые там как говорится это он просто мимо там проносился они за ним бегали вот это ну в смысле там выполнял свой функциональ это как методика нету железную волю себе вырабатывать чудные дела господи я уже перестал как бы этому всему удивляться но давайте еще про интернет поговорим потому что я таки вижу что интернет это огромная вертится на на языке слова благость вот я пускать так даже да то есть для людей творческих вот мое глубокое убеждение что сейчас для них наступила это ну я не знаю рай какой-то вот другой вопрос что его есть герои да то есть нет другой вопрос что ну просто так туда наверно не возможно то есть чуть надо для этого сделать потому что я всегда говорю ну это же легко возьмите вот камеру да там камера стоит там не за 200 долларов поставьте ее начните что-то снимать зарегица там facebook на блок-платформу там начни отжигать то есть там завтра тебе выстроиться череда благодарных как бы слушателей то есть и очень много мы видим людей они лет давай давай мы хотим 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 но потом вот они где-то возникают все сдуваются вот вот я например по по себе сейчас я вот но на современном этапе да если мы говорим об интернете да действительно это там для творческих людей людей благостно но поскольку в этом мире все стоит в будем так говорить гармонии то есть поскольку но и для людей творческих большие возможности то я скажу для людей не творческих они еще большие возможности потому что вот что интересно люди не творческие на который себя творчески мечтает они более активны они более так сказать целенаправленные более деятельны и вот есть плюс в интернете и опять же есть и как говорится минус но с другой стороны как говорили в детстве хлюзда на правду видит и вот это вот но всякая шушера то тот она действительно некоторые там бух но на потом сдулась короче ну мы там многие вещи там еле-еле слушаем там я сейчас с турции приехал там там группа руки вверх оказывается там где-то еще танцует то есть там пляж и да ну то есть вот ну замечательно да но там вот если скажет нам пинг-флойд короче ну естественно всех всех пинг-флойду то есть не умыть были вот тоже недавно весной в турции прибегает абсолютно счастливая дочь и показывает мне фотки я серебром то есть мне кажется интернет это в принципе это возможности но есть возможности для творческих но есть конечно возможности это то есть это тоже надо учитывать а вот по себе да я например как сейчас вот если мы говорим там ребятам о чем писать я например после всего вот то что сейчас всякие лепешки у нас створятся да я что-то зарекся писать на тему там политики всякое такое вообще не хочу я пишу о тех вещах которые мне понятны мне узнаваемые объяснимые мне ну и я знаю что они людям будет там вот то есть я пишу какие-то вещи очень простые я знаю что вот как мы говорим на этом поскребет людей а что подождите что я вот тоже ничего не пишу про политику да то есть хотя нельзя сказать что у меня вот прям ничто не волнует да но во первых я всем вот этим пишущим про политику рекомендую просто идти работать в акима почему потому что ну вообще-то это логично если ты хочешь проводить какие-то изменения структурные в этом нужно идти в орган который в общем и признан юридически там я не знаю тактически как там про логически да то есть вот пожалуйста возьми какой-то там я не знаю отдел вот а как вот со снегом допредим один по моему норман карабайк нормального факту и пошел копать остальные все сидели лайк ну 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 и что вот то есть если мне кажется чем-то заниматься то давайте уже ну тогда дать достигнем каких-то результатов вот так же мы видим очень много в интернете всевозможных благотворительных да вот им вот давайте спасем ребеночка ну да надо спасать ребеночка кто же это ребеночку не нужны лайки ну да хрен ты ему лайкаешь если он там помирает нет вот так вот если вдуматься писать и там там беда там ужас там кошмар ты не бросаешь вот этот уютная блин кресло нагретая жопой в кофейне и не чешешь этому ребеночку там последний там продать айфон блин и дать ему денег чтобы он не помер мы лайк ставим комент блин ставь эти тоже дилемма это вот в этом вот я всегда говорю вот позиция ружанца и мне очень близко на молодец она много не говорила прошла два ляма детишкам соврала и вот для медийных личностей наших узнаваемых которые имеют на возможности большие медийные я считаю что им тоже нужно потихоньку задумываться о какой-то системной структурной деятельности вот ну ну это это естественно добровольно но если ты слышишь вот то нефиг лайкать пойди конкретно чуть-чуть сделать абсолютно свод и также с этой политикой вместе я не вижу людей вот мы сидели как-то общались с одним там пламенным революционером да таким меру братец ну тебе надо сесть тогда будет на годик уйдут и чем семья я буду причем же здесь семья друг мой а идеалы а правда а огонь революции а тельняшку порвать да тельняшку кстати рвут многие вот на зону никто не хочет вот тут я в этом отношении тоже я даже вот в своем рассказе там написал дам хипстером очень будет крайне крайне причем на уровне дознания котиков постить у следаков будет сложно да особенно комитетов я в этом отношении да тоже написал то есть если там у ну вот тоже задумывался типа вот надо тоже много чего не нравится там совсем тему ли я в системах то работал как говорится знаю там как говорится я вижу что на самом деле там не то что можно улучшить можно стести по-новому очень хорошо сделать но это друг вопрос другой вот и я подумал да вот вот этим который по-английски называется big mouth то есть кто-то большеростные таких вот если ты такой да дать ну ты не бойся там говорить ладно и больше говорить пиши вот то есть 0 там больше привлечь а язык который что допишите и руку отрежут если рука отрежут тогда как говорится на диктовые на Диктовывают, тебя там сделают, там ушатают, ты будешь героем. А если тебя хлопнут, ты будешь примером. Ну и давай до конца уже, до последнего растаять. Ну, как говорится, на баррикады там всех зовешь, ну ты так завидовала. Лайкать проще. Ну, естественно, естественно. Хотя, с другой стороны, я не вижу, мне вот очень нравится, вот в свое время, можно погуглить, вот у Лошака есть интересный, вот Андрей Лошак, он хорошо, кстати, пишет, вообще изумительно, кстати, немного, но вот он вел колумнистическую колонку где-то, я не помню, погуглить можно. Он как написал, что сейчас у людей сложились странные отношения с государством. То есть, де-факто, де-факто, как бы, я вот когда думаю о государстве, мне всегда вот, ну не хочу я сейчас вот сильно туда залазить, но смысл какой, что, по-моему, у нас слишком завышенные отношения к государству, требования, потому что, ну, оно, вот оно дало тебе индивидуального предпринимателя с тремя процентами налога. Я считаю, это, ну, вот, аэрокосмические условия, которых далеко не везде есть в СНГ, это правда. Потом, допустим, вот я, год-два назад мы проехали, просто дурканули по западной Украине ту. Ну, Украина живет в разы педнее нам. То есть, мы, я считаю, то есть, я согласен, наверное, что-то там многое не так, да, но, блин, ну, все время что-то не так. То есть, как сказать, я бы не драматизировал. У нас, мне кажется, это, опять же, так сказать, ментальность, то есть, от, там, будем так говорить, от Древней Руси и здесь, там, всяких ханс, да, что, вот, ну, там есть, там, владыко или владычество, то есть, государство, которое оно, там, за тебя должно кучу, там, вещей решать и все, и тогда все будет хорошо. Если оно это не решает, то конец каранты, и вот надо все это, там, сам. В этом отличие, например, тех же, там, европейских, вот, мне кажется, там еще плюс религия именно вот в этом работает, что там, прежде всего, община, то есть, ты свой вклад должен делать, и тогда ты из этого, как говорится, сделаешь. Вот, ну, как то же самое у японцев. То за пенсии, вот, ну, к примеру, я понимаю, что всем невозможно, да, там, создать себе хорошие условия к пенсии, и действительно, там, большим вот слоям, которые очень сложно, да, им, там, адаптироваться было при жизни, в социуме, и потом, да, им надо помогать однозначно, но, с другой стороны, нашему вот этому креативному кластеру, который вот сейчас есть, который сейчас в силе, который сейчас имеет, там, две руки и две ноги, одну голову, не очень-то уж и глупую, да, судя по постам, которые мы читаем, ну, а почему потихоньку, системно не начать думать о том моменте, когда ты станешь немощным? Вот, ну, слушай, государство поможет, будем хлопать в ладоши, вот, ну, как бы, на сегодняшний день, там, я знаю, там, пенсия, по-моему, 200-300 долларов, ну, ну, по-моему, нелегко будет жить на эти деньги, мне так кажется, и что теперь, в смысле сказать, дайте нам всем по штуке, ну, не знаю, ну, а если не дадут, то что? Вот, я как-то вот к сорокету начал просто серьезно уже системно задумываться, да, что я потом-то буду делать, вот, когда буду, там, это, кривой дедушкой, да, то есть, ну, хорошо, может, там, дочери, там, по 100 долларов дадут, да, там, ну, я не знаю. Я, я поэтому детей шлепаю, чтобы, как говорится, прикрыт был, было прикрыт. Не, ну, смотрите, да, у вас каждый вот уже по стольнику дадут, вот, в принципе, все побольше, да. Правда, мне кажется, это стольник сначала я доткну, нибудь наковыряю, ну, так, между нами. Я вообще, честно говоря, хочу, вот, сейчас смотрю на все, как тут люди относятся, там, всякие свадьбы эти, ну, еще все эти дела. Я так думаю, мне хочется уйти в дзем куда-нибудь, так, на гору сесть где-нибудь, в Непале, там, таким вот, старцем с такой вот бородой, чтобы мне, там, промежность прикрывала, грубо говоря, так, сидеть, так сказать, медитировать, да, на горе. Нет, нет, вещать им это буду. Нет, 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 даже вещать ничего не хочу, я просто, ну, зачем это им грузить, я же там мозг несу, тем более с дедушкой. Я хочу так сидеть, чтобы раз, там, сын пришел, там, с невестой, так, ну, там, а я их так, так, руку... Ну, какое будет весьма интересное знакомство с родителями. Да, да, так руку, руку, колбу так... Не, а представьте, вот, наши стандартные, да, вот, понятия, да, у тебя папа кем? Подожди, можно я тебе пока не буду рассказывать, сейчас мы полетим в Непал. И вот они, собственно, восходят на эту гору. Я хочу, чтобы они восхождение сделали, пришли, я так руку положил, там насчетал. Нет, нет, но, но, есть но, есть но. Потом как раз так, чтобы так приподнял, так, херак, так, чековую книжку. Так, раз, раз, так, раз. Ну вот тут ее, кстати, моментально отпустит эту невесту. Она, кстати, такая раз. Нет, я так, чековую книжку, так, 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 свободными. Как вы, что вы там? Прикольный у тебя папик, да? Может, к папе съездим? Нет, потому что я, как представлю, я вот эти, как представлю все эти наши, там все эти дела, ла-ла-ла. Вот, я поэтому, я к жизни детям не хочу лезть, вот, как говорится, заработать денежку, чтобы, ну, мог их, как говорится, помогать. Ну, давайте, расскажите, интересно, от вас это будет услышать, давайте поговорим об образовании. Причем, вот в этом кичевом формате, что у нас там, ну, вот, оно плохое, бла-бла-бла. С вашей точки зрения прожитых лет, я часто задаю этот вопрос, ну, вот, определенным людям, ибо это хорошо. Потому что сейчас, мне кажется, с появлением Гугла и вот той старой анахронической системы образования, в которой есть что-то хорошее, что-то плохое, ну, там, сейчас вырождение, ну, короче, это все все знают, неинтересно, да. Интересно другое. Вот, молодой человек, иже 16-18 лет, потихоньку начинают открываться вот эти вот жизненные, там, прости господи, чакры, да, то есть, ну, я в них не верю, просто как по образу. Вот, а как ему формулировать, вот, начинать выстраивать свою жизнь? На кого? На финансиста ему учиться, на блогера, на юриста, на копника, я не понимаю. У меня буквально вчера с сыном был со старшим разговор. Сколько лет он сентября? 17-го, он сейчас закончил. Вот, вот оно. Да, именно, именно, вот, он закончил, школу закончил, он должен был поехать за границу учиться, у него там баллов по-английскому не хватило, он там не стал готовиться, ЕНТ, то-то-то, ЕНТ там еле-еле вылез, короче, из ЕНТ, вот, и здесь он хотел быть там режиссером, сейчас его, вот, Жургеневку на режиссеру там отдали, да. Такие отдали, из ЕНТ. Ну, понятно, папа талантливый, о талантах административных папы, то есть, ну, если человек и ВЕНТЁР, это такой ивент, хочу, чтобы сын учился в Жургеневке. Нет, он сам хотел, то есть, я тут его не, там, были другие варианты, но, типа, я хочу... Ну, я имею в виду, не очень сложная задача для ВЕНТЁР, который ОБСЕ организовал, ну, как-то... Да, 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 порешали, в общем. Жургеневка и ОБСЕ как-то, да. Да, порешали. Нет, ну, хороший, достойный вуз, но я смотрю, он сейчас сидит, вот, две недели получился, он начинает, короче, теперь он начинает думать. Тут тоже, он одно делает, кажется, expectations, ожидания, а тут уже все, пожалуйста, учись, там то-то-то, смотрю. Чувак, можно, все, давай. Да, да, уже сидит, короче, репу чешет, и там то-то-то, и я вижу так. Я говорю, что опять, что опять не так? Ну, я говорю, я, конечно, извиняюсь, но за границу ты просрал. По чесноку? Ну, по чесноку, вот, реально по чесноку просрал. То есть не добрал баллов по-английскому, там, экзамены плохо готовы, да, да. Ну, то есть тут-то не папа, там, куда-то в Австралию, в Канаду отправили, пришли результаты. Причем не добрал немного, мог бы добрать хорошо. То есть тогда бы у него шла там та же режиссура, но на Западе. А тут не добрал, схалявил. Вот, сейчас смотрю, что-то не нравится. Что-то нравится, что-то не нравится, короче, сидит там и, короче, сопли жует. Я ему говорю, ты знаешь, образование, образование, оно не там, где ты сидишь, там, что-то там ходишь, что-то тут. Образование, вот, ты в мозгах должен для себя образование. Вот ты сейчас свои косяки все понимаешь, все свои, то, что ты не можешь достичь, ты понимаешь. Вот теперь давай, если ты будешь нормально готовиться и, прежде всего, покажешь мне, что ты вот этот ресурс свой начинаешь вырабатывать, тогда совершенно другой разговор, тогда будем. Но ты принимай свое решение, вот свое решение и в части образования, куда ты, что ты дальше хочешь. У меня вот старшая дочка, ей 15 лет, там в голове очень четко, у ней уже вот так вот, тут все уже стоит. То есть тут очень много еще от характера. Ты же что хочешь, вот просто очень интересный. Она, она, она очень организованная, она знает, чего хочет, и она, у ней очень хорошо деньги считает. Вот, и она говорит, папа, я хочу менеджмент и маркетинг. Я говорю, ну, твое, реально, я вот как бы сам уже, так сказать, эти вещи знаю, я говорю, твое. Ну, я тебе такие задачи, ты должна А, Б, Ц, Д. Я смотрю, у нее это А, Б, Ц, Д. Прямо сразу, с момента обсуждения проблемы у нее это сразу пошло. У сына, а это первый сын и первый ребенок у него, это, по-моему, у любых первых детей, это в ауре такое, чуть-чуть расслабленными быть. Вот, он, он сидит еще, раскачивает. Не, ну, подождите, тут я вот вступлюсь за парня, извиняюсь, потому что режиссеру А, Б, Ц, Д, просто априори невозможно. Ну, да. Потому что, сори, это же не маркетинг. Нет, тут, нет, я ему в этом отношении не по режиссуре, а по жизни. Я говорю, ты должен, во-первых, там. Ну, опять же, подождите, но режиссеру А, Б, Ц, Д, Е, по жизни. Нет, нет, нет. Вы сейчас, папа, что сказали? Нет, ну, я просто вот общался вот с Трусуновым, да, вот, к примеру, да, то есть, ну, как ни крути, Трусуновым однозначно можно назвать режиссером. Абсолютно. Вот, ну, так это же кошмар. То есть, пройти через вот эти вот круги, не знаю, там, Ада ли Рая, да, то есть, это одному Трусунову только известно, да, но ведь как это субстанк? Субстанция вот эта вот, когда ты сможешь транслировать вот эти картинки, то есть, ты-то через что должен сам пройти? Ну, я пока, ну, я не заставляю его делать, я это проговариваю с ним, чтобы он знал, то есть, что от него, ну, будем так говорить, в виде моих слов требует объективная реальность данного ощущения. То есть, внешний мир, который достаточно, ну, которым я больше знаю, вот, чтобы он, там, чего-то достиг, то внешний мир будет от него требовать то-то, то-то, то-то. Примет он, не примет, это его дело, я туда уже не лезу. Я говорю, ну, ты должен знать, для того, чтобы, там, поехать, там, учиться за границу, там, на того же режиссера, ты должен минимум 6 набрать, там, по Айлсу, то есть, минимум, по-хорошему, то есть, а лучше 7-8, чтобы сразу в универ, там, вот, это первое. Ты должен, там, ну, самостоятельно научиться жить, там, ну, там, грубо говоря, жрать себе, готовить, там, стирать то-то, вот, то есть, ты можешь, конечно, просто поехать туда, только мне придется вместо, там, 500 долларов тебе, там, полторы тысячи отправлять, чтобы ты себе, там, ну, комфортные условия сделал, но, с другой стороны, за тобой еще четверо таких же, вот, то есть, я говорю, не вопрос, я могу на тебя деньги потратить, не вопрос. Но тогда мы должны собраться, вы там все пятером должны сесть, дети, и ты должен всем сказать, братья и сестры, извиняйте, но все бабки, которые папа на вас готовит, я сейчас заберу, потому что я вот, ну, потом отдам, ну, и что, скажи. Ну, и так вот при каждом, вот, отгадовалый, как говорится, и вот так все выше, и говорим, и смотрю, и начинает, ну, в смысле, это начинает в голове, то есть, я его не заставляю, что делать, я с ним проговариваю, хотя бы так, потому что, ну, я, конечно, могу, там, на, и в Суворовском учреждении, ну, зачем, ну, а по поводу образования, ну, у меня вот это интересный вопрос, к чему я говорю, что, что греха таить, мир меняется, и, кстати, вот еще касательно фейсбуков, да, то есть, и интернетов, там очень, нет-нет, попадаются заостренные люди, оголенные такие провода, которые слышат вот эти изменения, не все могут их сформулировать, облечь там словесную форму, в посты, неважно, да, но я вижу по вот этим вот сигналам, да, что, ну, мы видим же, что там что-то происходит, потому что, ну, смотрите, дауншифтинг, да, менеджер успешных там компаний, они валят там на фриланс, да, то есть, это четко, да, там уже прослеживается, что если раньше мы говорили за менеджера, что если он поменял много мест работы, это, там, прыгун, там, кто там, да, сейчас полтора года надо менять работу, два, потому что, ну, все считают, да, он испишется, ну, за два-три года. Это я работал в дипломатической службе, и нам говорили, что вообще, это еще старая английская методика, да, ну, и советская она была, и сейчас она практикуется, что человек, больше двух лет работающий в стране пребывания, он начинается морально срастаться с страной, и у него теряется вкус... Чувство Родины. Да, чувство Родины, это первое, но потом у него теряется взгляд на вещи, он начинает воспринимать те события, которые происходят в стране, и глазами, и у него теряется способность к критическому анализу, прежде всего, вот. Так вот, основываясь на вышеизложенном, давайте все-таки наформулируем каких-то там, не знаю, там, базовых принципов, что ли, да, то есть, что сейчас делать молодым людям, на какие вещи им нужно обращать внимание. Не всем так повезло с папой, который сядет и будет, ну, там, говорить, да, там, что, сынок, что ж ты не добрал, там, пол балла, там, в Англию, да, то есть, у многих вообще другая ситуация, да, там, про Англию речи не идет, и прикольнее, если честно, помочь тем, потому что, ну, вашему будет, доколь, нелегко, лишь по той простой причине, что он в режиссеры собрался, просто я хочу привести вам высказывание Тури Ханова, Нурвана, да, это человек, который тоже очень давно идет по извилистому пути творчества, так вот, я говорю, Нурвана, что ты... По тернистому пути, можно сказать. Хочешься, да. То есть, я говорю, ну, реки, а что такое творчество? Он говорит, ну, ты знаешь, шутка есть такая, говорит, что если ты хочешь насолить родителям очень сильно, а геям по каким-то причинам становиться неохотой, нужно заняться творчеством, это вот цитата, да, и, ну, вот в этом контексте, да, я, например, что могу пожелать, да, что им надо юзать, начинать, пробовать себя, то есть, ну, вот, слишком много думать, это, конечно, хорошо, но думать вот лучше уже к сорокету начинать, там как раз и мозги появляются, в общем, очень много там положительных вещей, мне кажется, пускай идут и пробуют. Однозначно, надо пробовать, но единственное, единственное, надо всегда еще прислушиваться, прежде всего, к внутреннему я и поменьше слушать внешних, мы, будем так говорить, потому что, ну, мы все уже наш свой тернистый путь-то все прошли, и большинство-то ошибок, на самом деле, не от того, что мы чего-то хотели, а от того, что нам, так сказать, подсказали, подкнули, там, шайтаны, как говорится, шалбан поставили, мы вперед. Поэтому, прежде всего, если ты что-то хочешь сделать, прежде всего, не бояться это делать, вот, но делать это, будем так говорить, с толком, с расстановкой, систематизировать, прежде всего, свои, там, желания, хотелки, там, ну, как бы ставить от малого к большому, прежде всего, потом любую проблему ее сегментировать на какое-то там выполнение, вот, и, прежде всего, поменьше кого-то слушать, вот, реально, просто, вот, ну, вот, и где-то, вот, ну, надо действительно, ну, это, наверное, только реально, там, к сорока начинает это понимать, что надо просто тупо к себе прислушиваться, вот, там, не бегать, когда тебе, там, ладно, давай, 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 или не давай, не давай, вот, то есть в этом отношении, так сказать, небольшой такой, такой отскок, я, получается, уже 8 лет назад с Казмоногаза ушел и решил, там, с товарищами открывать контору, ивентную, чтобы, ну, бизнес занимать, потому что я ивентчик, ну, по натуре, еще в школе был культмассовый сектор. By nature. Да, 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 by nature, как говорится, вот, bone to be event, короче, и в Алма-Ате начал, естественно. Я в Алма-Ате, в Астане уже на тот момент я прожил, сколько, 8 лет, и я понял, да, что я здесь не могу работать, в Алма-Ате именно. Why? Да, почему? А в Алма-Ате, короче, проблема в чем? Все знают все, все знают все, все уже, 90% это уже делали, другие 90% знают, как это надо делать правильно, там, короче, еще, в общем, советами замучивают так, что, ну, просто капец, ты еще там не успеешь даже для себя внутри, и начинается на-на-на-на-на-на, короче, то есть абсолютно ненужный фон, ненужные вибрации, которых не надо слушать, в этом и огромная потеря времени. Там что-то посидели ла-ла-ла-ла-ла-та поля, тут посидели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, я понимаю, что это образ там, как бы, жизни-то, то-то, вот, но после Астаны ты более собранный, там такого нету, ну, все-таки это административный же город, вот. И тут что я делаю, я просто понимаю, что, ну, не мое это, плюс Алмата, она все равно не дает масштабности, к которой я привык, работая там, на нормах государственных делах, вот, то есть тут мне там памперсы рекламировать или там детские праздники устраивать, ну, вообще не в кем. Я просто собираюсь, уезжаю в Астану, и сразу выхожу на серьезные, конкретные, там, мероприятия международного уровня, и где разговоры идут такие очень, а, б, ц, д, где, вот, ну, сказано, сделано, сказано, сделано, и потом встречи не целый день, как в Алмате, типа, тут в кофейне посидел, там, туда в кофейню пошел, короче, а там очень четко, весь день сидишь, ну, как говорится, думаешь, там, прорабатываешь, потом зашел, полчасика пошептался, вышел, и все уже нормально. Я поделюсь с вами, прикольно, просто сейчас вот я вас слушаю, абсолютно совсем согласен, просто вот касательно серьезных движений, все возможно, сейчас же очень много людей начитались, книжек, да, всяких. Проблема, что люди книжек начитались, и они приходят, начинают вот презентоваться, приходит презентация, там, по маркетингу, там, по ивентам, вот, а ее нужно внимательно выслушать, это я для себя такую тему придумал, а потом в конце сказать, отвечаешь, сука. И в этот момент очень важно, что сделает этот человек, вот, потому что если он начнет задавать вопросы, как это, ой, бай, там, что это такое, как это не толерантно, как-то не по-хипстерски, но касательно больших каких-то дел, больших ивентов, больших брендов, да, мне кажется, вот это вот отвечаешь, сука, оно, многие задают еще вопрос, как, вот, ну, то есть, ну, как отвечают, ну, вот, собственно, вот, собственно, вот именно это так сложно. Мне вот сейчас, я просто смотрю, действительно, оно, у нас вот, я вот, например, сейчас, да, решил отойти от этого всего, я еще, ну, давно уже просто, ну, мне надоело это все делать, вот, сейчас я ищу работу, связанную, вот, хочется какое-то производство, вот, реально, где ты видишь, вот, грубо говоря, кусок металла, да, а потом завтра это, там, шарики, подшипники или что-то красивое, да, хочется вот, действительно, уже, ну, наверное, это уже, ты выходишь на другой уровень, совершенно жизненный, когда ты хочешь видеть плоды своего труда, то есть, понятно, там, как ивенчик, там, ла-ла-лаха, легали, шарики улетели, короче, все собрались, там, деньги заработал, там, в Турцию отдохнул, да, приехал, но оно, оно не дает, вот, мне сейчас оно не дает никакого удовлетворения, вот, даже какую-нибудь, там, конференцию, там, сделай, там, ладно, там, там, какой-нибудь полигон закроет, ну, слава богу, ты там, где-то приложился к этому, вот, но хочется уже что-то конкретного делать, именно конкретного, я думаю, вот, у нас проблема в стране, мы, у нас нету, никто ничего не делает конкретного, Вот именно конкретно, либо мы по 100 раз один тот же асфальт гоняем, короче, меняем, или бордюры там меняем, 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 короче, зато весь город там весь в руинах, короче, вот, либо просто там какие-то праздники там всякие делаем и не можем там, ну, дойти до чего-то. Я понимаю, о чем вы говорите, то есть, я вот, допустим, почему ивентами занимаюсь, да, то есть, я не лезу вот в эти большие движения, да, почему, потому что, ну, там очень много, я думаю, вы понимаете, да, других там подспудных каких-то вещей, там, ты все время должен быть на связи, там, ну, много таких вещей, то есть, я, допустим, вот выбрал корпоративный сегмент, да, он такой, очень, ну, достаточно легкий в исполнении, в каком плане, что работать-то нелегко, но ты обсудил с людьми, сделал им красиво и забыл об этом, то есть, вот, вот это хорошо, потому что, ну, и большие проекты, что в них сложно, ну, это три месяца подготовки, три месяца надо готовиться, то есть, это очень все серьезно, да, потом там за пять часов, пух, сгорело там. Я вот почему не лез, там, и никогда не лез на корпоративные, то есть, всякие дела, хотя, по идее, там, ну, там, статус нашей компании один из был сильный, сейчас мы реально отошли от этого всего, вот, потому что, когда ты общаешься на уровне, там, государственных деятелей, делаешь такие мероприятия, как всякие саммиты, там, то-то, да, то есть, у тебя, ты понимаешь уровень своей ответственности, но, с другой стороны, тебе дают уровень общения и уровень подготовки, совершенно, ну, как бы, такой, вот, а с этого уходить, на корпоративные, да, где какая-нибудь, там, писюшка, там, этот, мозг снесет хлеще, там, любого министерства или, там, там, администрации президента, то-то, и вот, то это не так, это не тот, потом, думаешь, да. Покажите ваше рекомендательное письмо. Да, 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 а тут это не так, да. Нет, причем еще важный момент, они, вот, эти девушки, вот, которые, там, почему-то им поручили заниматься этим странным делом. А я даже в большей части знаю, почему поручили. Нет, ну, как бы, там, всякое бывает. Всякое бывает. Вот, а другой вопрос, что… Во всякое бывает. Да. Они, еще очень многие чувствуют себя, собственно, вот этой компанией, которую они представляют. Ну, ладно, это, как сказать, не очень интересно. Ну, слушайте, я считаю, вот тоже, да, смотрите, прошел, сколько уже, часа полтора, да, наверное? Да, полтора. Час двадцать. Час двадцать, как с куста, и все говорят, не уж как ты затрахал всех своими, блин, часовыми интервью. Я вот сколько вот в них нахожусь, вот лично я никогда в них не затрахиваюсь. Ну, я себя как раз слушаю. Да, вот весит уже, чего ходит. Да, очень хорошо. В смысле, тут можно еще базарить и базарить. Вот, можем сейчас, в общем-то, и вторую серию снять. Вот. Вам, Адлет, спасибо, что почтили наш… За честь почтил. А можно воспользоваться случаем? Пожалуйста. Поехайте теперь. Да, обязательно. Мне, короче, когда сказали, то-то-то, я хочу передать привет и поблагодарить там. Я Морал Дос хочу передать привет, потому что было персонально. Типа, можешь в прямом эфире мне передать привет. И вот я воспользуюсь случаем, передаю привет Морал Дос. Морал, я вам тоже присоединяюсь к привету Адлета. Вам всего хорошего. И вообще всем нашим, я почему-то это очень редко говорю, но вот сегодня почему-то мне это хочется сказать. Дорогие наши зрители, вам всего хорошего и пребудет с вами сила. А с нами сегодня был Аджи Жиро Куманов. Очень приятно. Аминь.